Глава 4. Гады, паразиты и другие полезные насекомые. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот мой доклад. Это мышь. Мышь — это стандартный лабораторный объект исследований. Правда, исследования с ней могут быть не совсем стандартными. В частности, ученые из Университета Южной Калифорнии несколько лет назад выдрали ей волосы. И получили неожиданный результат. Они выдрали на очень маленьком участке 200 волос вот в окружности, вот в этой красной. Что же получилось? Вместо этих 200 волос выросло тысяча. Причем она выросла не только в этом красном круге, но и в пределах синего. То есть область их регенерации расширилась. Как такое может быть? Совершенно очевидно, что потревоженные волосы, они выделили какие-то сигнальные молекулы и на основании их концентрации приняли решение о пятикратной регенерации. Ученые даже зафиксировали увеличение количества белков в пределах этой зоны. То есть это о чем нам говорит? Совершенно очевидно, что волосы общаются друг с другом. В связи с этим вспоминается давняя теория, согласно которой волосы это на самом деле живые организмы, которые состоят в симбиозе с млекопитающими, причем очень давно. Какие это организмы? Это черви. Вот мы видим анатомию кожи. Здесь есть у нас волосики. Вот волосик, который присосался к кровеносным сосудам. Вот он расширяется книзу. Это явная головка. Вот он с удовольствием сосет кровь из вот этой вены, из вот этого капиллярчика, точнее. Очень похоже, не правда ли? Эта теория, она гласит, что… А вот, кстати, у меня есть другой слайд. Я тут специальный глазик подрисовал, чтобы для пущей наглядности. Вот он, червячок такой сытый, вполне доволен симбиозом. Теория гласит, что этот симбиоз, он зародился очень давно. Это потенциальный такой предок зверей, предок всех млекопитающих. Точнее, это боковая ветвь, но он представляет собой такую модель. Это Бьярма Зухус, житель Пермской области, Пермского края, извините. Причем он в Пермском крае жил одновременно в Пермском периоде. То есть это примерно 265 миллионов лет назад. Это терапсид, из группы терапсидов животное. И вот, если вам видно, у него здесь на башке есть такие волосики, якобы, которые на самом деле могут быть первой стадией паразитизма червей на наших предках. Вон у него здесь еще торчат из подбородка. А в целом он такой голенький. Но в дальнейшем эти черви, конечно, могли размножаться и размножаться, и заселять тело вот этой бестии целиком. И у нас получаются вот такие вот существа. Дальше. Это двиния слева, такая малюсенькая зверушка. Это цинодон. Цинодоны — это непосредственные предки млекопитающих. Напротив него покрупнее — это дицинодон. И дицинодон — это боковая ветвь. Но вот цинодон, он вполне себе такой изображается волосатеньким. Черви уже полностью покрыли его тело. И он жил в Архангельской области, это, кстати, важно, и 255 миллионов лет назад. И на каком-то этапе, получается, предки наших волос смогли как-то целиком заполнить эту шкуру и смогли как-то ужиться с организмом вот этого животного. И у животного явно повысилась какая-то толерантность к этим червям, паразитам. А в какой-то момент он стал получать конкретные преимущества. Например, в холодный период он наверняка почувствовал себя теплее, будучи облачен в колонии вот таких червей. Может быть, иногда он падал с каких-нибудь скал и не разбивался, чисто потому что черви смягчали ему удар. Черви могли сами расплющиваться, но зверек вот этот выживал и вполне дал себе потомство, от которого потом мы все произошли. И в какой-то момент даже волосы, вот эти предки волос, смогли размножаться вместе непосредственно с предками млекопитающих. И вот на этом этапе уже такой очевидный симбиоз, в результате которого мы сейчас имеем всех зверей с шерстью, которая является для них одной из главных таких основополагающих черт. Так. Вот. Это мегавайтия. Все узнали ее? Это мегавайтия. Она жила во Владимирской области и там солидно так испражнялась, потому что ученые российско-польские несколько лет назад изучили капролиты. Капролиты — это ископаемые экскременты. И обнаружили там нечто совершенно замечательное. То есть вот это срезы, это шлифы из капролита. Мы видим здесь такие волосообразные структуры, которые вместе с тем можно также и назвать и червеобразными. Может быть, это даже были черви, кто знает. Да, кстати, познакомьтесь, это предки ваших сегодняшних волос. И это самая древняя на сегодняшний день свидетельство существования волос или, так сказать, симбионтов. Это 250 миллионов лет назад. Как они попали в эти капролиты? Это очень интересный вопрос. Ученые предполагают, что вот эта мегавайтсия, она, вероятно, съела какое-то шерстистое животное. Вон там на заднем плане он какое-то убитое создание. И вот эта мегавайтсия радостно ее пожирает. Либо она просто, знаете, как кошки современные делают, они чистят себя, вот так вот вычесывают. Вот эта штука могла точно так же себя вычесывать и занести себе в желудок несколько паразитов, которые в результате вышли через задний проход вот в таком виде и окаменели. А вот это Кастерокауда, это предыдущий рекордсмен, предыдущее свидетельство бесспортное существование шерсти. Он оставил в Китае отпечатки, это был юрский период, и на отпечатках была явно видна шерсть. И это существо уже явно было с шерстью, и это такой явный пример прогрессирующего симбиоза. Вот он довольно такой плавает, похож на бобра, собственно, но он переводится название Кастерокауда как боброхвост. Вот таким его художник себе представил. Интересный вопрос, кто является, собственно, ближайшими родственниками наших сегодняшних волос? Вам наверняка известны такие существа-паразиты, как волосатики. Вот один из волосатиков торчит из попки домового сверчка здесь. Он решил вылезти наружу, потому что он предварительно заразил этого сверчка и зомбировал его. Он заставил его прыгнуть с суши в воду. Для чего? Для того, чтобы выйти потом из попки и зажить взрослой жизнью. Зажить взрослой жизнью, отложить яйца для будущих поколений сверчков и снова их заражать. Вот он абсолютно похож на волос. Но волосатики, они на самом деле не очень подходят к предкам, не очень подходят на роль предков червей и даже их родственников по одной простой причине, что это достаточно поздняя эволюционная группа, их ископаемые остатки известны максимум соцены. Это примерно 50-34 миллиона лет назад. А мы говорим о пермском периоде, когда там жили наши предки млекопитающих. Это, конечно же, 250 миллионов лет. Это другое время. И к тому же волосатики, они паразитируют исключительно на насекомых. А вот нематоды, это достаточно хороший кандидат на роль предков волос. Нематоды известны с кембрийского периода, это больше 500 тысяч лет. Каких тысяч? Миллионов лет назад. И, разумеется, за все это время они смогли расширить свой круг обитания не только до животных, но и до растений. Они паразитируют на растениях, на животных. Везде, где хотят, там и паразитируют. Некоторые из них вполне себе такие волосообразные. Например, многие знают оскориду, помните, и ришту. Они все такие вытянутые. А вот этот волосоглав, он типичный такой волосообразный. Паразит человек, паразитирует в вашей толстой кишке. Ну, не у всех, конечно. Очень такая неприятная болезнь, когда волосоглав сосет кровь из толстой кишки. Так не очень приятно, конечно, согласитесь. Вы, конечно, скажете, что нематоды, они все паразитируют во внутренностях животных, а волосы, они якобы снаружи. Ну, это по одной простой причине, что, будь их воля, они бы паразитировали и на нашей шкуре, но просто там уже занята экологическая ниша волосами, древними паразитами, с которыми мы сошлись в симбиозе. У нас здесь есть сравнительная анатомия круглого червя и волоса. Здесь совершенно очевидные сходства. Слева у нас круглый червь нематоды, справа у нас разрез волоса. Они все трехслойные. Ну, это самое явное бросающееся в глаза сходство. Они трехслойные. Снаружи у червя кутикула, которая выполняет защитные функции. И здесь кутикула у волоса. Они называются абсолютно одинаково. Кутикула, кутикула. Совпадение. Да, совпадение. Ученые просто так назвали их. Они совершенно не ожидали, что они могут быть родственными. Под кутикулой у червя имеется вот такая слитно-клеточная конструкция. Клетки слились, в них присутствует много ядер. Это гиподерма так называемая. А вот это мышечные тяжи. Они позволяют червю извиваться, как змея. А волосу это все абсолютно не нужно, потому что его двигают мышцы человека, животного, мышцы зверя. И поэтому у него вместо вот этих гиподермы и тяжей мышечных, у него имеется кортекс. Это вытянутые такие клетки, которые обеспечивают волосу эластичность. Там же содержатся пигменты. А вот у червя есть внутренности. Это кишки и прочие внутренние органы. У волоса вместо этого есть медула, так называемая дырочка, которая идет вот туда, в виде трубочки. И ученые не знают, что это за медула такая, для чего она нужна. Они, конечно, предполагают, что через эту медулу проходят питательные вещества, которые питают кортекс. Но мы с вами понимаем, что это остаток кишки древнего паразита. Вот он превратился в такую маленькую дырочку. А червю больше и не нужно, потому что он существует за счет кожи хозяина исключительно. Посасывает там из нее довольно вкусную кровь, и все. И ему хорошо. И это совершенно не исключительный случай вот такого паразитизма, который перерос в симбиоз, в дружественные отношения. Буквально вчера я написал, опубликовал статью про вот этих замечательных цикадок и их друзей. Цикадки, цикады — это такие насекомые, которые пьют сок растений. В соке растений есть хорошие там вещества, очень сладкие и вкусные, но не хватает определенных аминокислот и витаминов, которые жизненно необходимы данной цикаде. Без них невозможно. Но эволюция это решила так, что у цикады есть внутриклеточные бактериальные симбионты. У нее есть две бактерии-помощницы, которые обеспечивают эти недостающие вещества. И вот ученый посмотрел на некоторые виды и не обнаружил одного из этих симбионтов. Как ей получить недостающие вещества? Он покопался как следует в ее кишечнике, вот в этой штучке. И обнаружил там совершенно невероятного друга для нее. Этим другом оказался паразитический гриб, который в норме паразитирует на муравьях. И вот мы видим этот симпатичный грибочек. Он пророс сквозь башку муравья и собирается распространить свои споры. Просыпать их вниз на муравейник и заразить всю колонию муравейниковую. Это так называемый гриб-кардицепс. Он многим из вас знаком. Очень жестокое, коварное создание. И неизвестно как ему удалось подружиться с цикадой. То есть они сейчас состоят в симбиозе. А это языковая мокрица, так называемая. Вот мы видим рыбку. Это рыба-клоун. Она открыла рот от удивления. И мы в этом рту видим вот эту мокрицу, которая предварительно проникла через ее жабры. Потом она прикрепилась коготками к основанию ее языка. Стала сосать из этого языка кровь. Язык окончательно усох, отвалился. Или она его съела. И вот она полностью его заместила. Это такая начальная стадия перехода от паразитизма к симбиозу. Потому что, знаете ли, для рыбки это совершенно нормально. То есть она не испытывает никаких неудобств. Она может с этой мокрицей, которая торчит у нее изо рта в виде языка, она может охотиться на свою обычную добычу. Мокрица может даже ей как-то помогать, хватать ртом. В общем, они сожительствуют, и им вполне комфортно. Может быть, в будущем эта мокрица останется навсегда в организме рыбы и станет размножаться, переходить от предков, от матери к потомкам. Кто знает, как повернется эволюция. Вот хороший слайд. Это разрез кожи собаки. Это, конечно, модель. Она мне понравилась по нескольким причинам. Во-первых, тут такие явные черные зловещие волосы, явные такие черви, которые сосут капиллярчики в ее коже. И еще кого мы видим, это бложка. Бложка — еще один паразит, новый паразит собачий. И он так тоже подсасывает немножко из ее кожи кровь. Ему явно хорошо. И, может быть, в будущем, если такие бложки с копом нападут на собаку, может быть, и собаке будет какая-то от этого выгода, то, может, и эта бложка тоже приживется вместе со своими товарищами. И у нас образуется какой-то новый класс животных, кстати, из этой собаки. А это киски. У многих есть киски, кошечки дома. У киски есть усики. Усики — это тоже волосы такие своеобразные. Но это волосы, отличающиеся от обычных волос. Это чувствительные органы. И, возможно, эти органы происходят от каких-то других видов паразитических червей. И пока по этому поводу стоит подумать. Между прочим, вибрисы, вот эти усики, они появились в эволюции примерно тогда же, когда и обычные волосы. Вот на этом слайде мы видим, что волосы так извиваются у нее, вот эти вибрисы, явно они живут какой-то своей жизнью. То есть вполне не исключено, что это тоже черви. Хотя многие ученые считают, что вибрисы произошли от боковой линии рыб. Вот это тоже симпатичная кошечка. Она явно удивлена, что у нее на морде живут паразиты. И вот что мы можем сделать со всеми этими шокирующими новыми данными. У нас возникает, конечно, куча вопросов к нашим волосам по этому поводу. В частности, вот когда вы, наверное, замечали, что когда вы дираете волосы, вам дико от этого больно. Понятно, почему? Потому что волосы изо всех сил пытаются цепляться за вашу кожу, и вас там все так полномерно покусывают. Ну, бывает, им, конечно, в симбиозе хорошо, они зацепляются за жизнь, без вашей кожи они просто погибнут. Но иногда они, видимо, как-то устают от вот этой совместной жизни. Они просто уходят самостоятельно, выпадают. У вас образуется лысина таким образом. И иногда лысина возникает, может быть, из-за того, что у вас переизбыток тестостерона, который является ядовитым для этих паразитов. И вот поэтому они предпочитают покинуть ваше тело. Интересный вопрос, могут ли волосы мигрировать из одного участка тела в другое. Я не знаю, может, у кого-то такое встречалось. У меня нет. Но в интернете такие случаи, между прочим, описаны. Вопрос, можно ли их разводить отдельно от хозяев. В чашке Петры, к примеру. Все это предстоит ученым как следует выяснить. И самый главный вопрос, зная всю эту информацию, этично ли волосы стричь. Потому что вы, наверное, замечали, что когда вы отрезаете палец себе или другую конечность, вам больно, да? Всем больно. А вот когда вы режете волос, или там усы подбреваете, или борду, боли не чувствуется. Так может быть, больно не вам, а больно им? Над этим вопросом предлагаю вам задуматься в следующий раз, когда вы перед зеркалом будете расчесывать своих паразитов. Я надеюсь, вы будете это делать с уважением, потому что нашей дружбе с ними уже как минимум четверть миллиарда лет. Спасибо за внимание. Витя, это был Виктор. Витя, можно, да? Лучше Виктор, конечно, мы же научное сообщество. Мне кажется, ты все вопросы задал сам себе уже. Я ответил. Спасибо за внимание. Да, у нас готовятся вопросы. Знаешь, я вот пока слушал презентацию, внимательно на какой-то момент отвлекся, и потом уже было тяжело включиться. У меня вопрос назрел. Научное сообщество, конгломерат, закулисье. Такой вопрос. Есть суждение. Волос длинный, ум короткий. Вот как он относится к нам? Правильно ли это суждение? Размер паразита, он влияет на умственную деятельность человека? Ну, знаете, паразиты, они же сосут исключительно кровь из капилляров. Они же не мозг высасывают из головы. Поэтому я не думаю, что это какое-то научно обоснованное суждение. Это скорее просто наблюдение за отдельными экземплярами человеческой. Ну и хорошо. Ну и хорошо. Друзья, ну давайте активно включимся. Такая сложная, достаточно, как мне кажется, тема выбрана. Тем не менее, вопросы из зала. Пожалуйста, представляйтесь. Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Вы где, Екатерина? У меня прям несколько вопросов. Вы где, Екатерина? Я здесь, впереди. У меня один ответ. Ну, смотри вперед. Ну, во-первых, по поводу длины волос. Ну, тогда, наверное, цвет влияет. Цвет паразита на мозг может как-нибудь влияет. Если блондинка… Да, я понял, на что вы намекаете. Это во-первых. А вот здесь, наверное, как раз они и пьют этот мозг и, соответственно, светлеют. Наверное, да. Единственное, что почему белый цвет, а белое вещество, да, логично. Второе, наверное, мужчины больше подвержены этим паразитам, да? У вас больше волос всяких. Ну, они просто реже моются. А, ну, логично, да. Третье. Почему? На Кавказе люди, они же явно больше там паразитуют. А им нужно просто вот этот подшерсток больше, поэтому их растет больше, чтобы защититься от жары. Действительно, логично. 18 вопрос, пожалуйста. Да, 18 вопрос. Котики, которые мы тут видели, они обычно разбрасывают свои волосы. Это паразиты пытаются на нас в шерстях перелезть как-то и адаптироваться. Кстати, возможно, да. Такое вполне возможно. Это невозможно. Эти паразиты, они могут... Да, и в еде там, и везде. Они могут паразитировать, они могут заползать в человека и влиять там на его... Да, да. Вот кошатники, кошатники, они совсем странные. Да, да, да. И четвертый вопрос по поводу... Это по себе зная вопрос. И четвертый вопрос по поводу медузы горгона. Вы говорите, что как бы головка паразита, она внутри, а вот у медузы горгона у него наружу вот эти вот... Там не червя, правда, змеи. Как вы это объясните? Спасибо. Ну, я думаю, древние греки, они опирались на вот эти древние знания в этой гипотезе. И они как-то просто по-своему ее адаптировали. А может быть, у них просто у кого-то в жизни случилась такая инфекция, что волосы поперли чисто наружу и передним концом, разумеется. И просто вот эту медузу засняли в период вот такого вот гона. Как вариант. Как вариант. Так, еще вопросы, пожалуйста. Вот, да, портер, пожалуйста. Вот, девушка, да. Спасибо большое за интересную лекцию. Вы рассказали о том, что волосы размножаются, но не упомянули как. Есть ли у паразитов волос половой деморфизм? Какой у них жизненный цикл? У волос нет у них половой деморфизм, потому что они все гермафродиты. Это часто встречается в природе. Это гермафродитизм, это нормально. То есть у них самец и самка совмещены в одном теле. И когда они принимают решение о том, что нужно больше регенерироваться, больше размножаться, то для них не составляет труда размножиться одному, выпустить там яички свои в кожу и вырасти из них новые особи. Так что с этим проблем нет, я думаю. А то, как они передаются и от матери к потомству, ну так это просто они могут эти яички внедрять в яйцеклетки, и потом уже у потомства из этих яичек будут вырастать такие здоровые волосы, свежие. Ну, как вы видите, этот вопрос прорабатывал Виктор дома. Ну что ж, последний вопрос, пожалуйста, если… На балконе. На балконе, пожалуйста. А, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Никита, и у меня возник еще один вопрос насчет влияния волос на нас. Смотрите, на многих из нас волосы растут на голове. Мы за ними ухаживаем, следим за их здоровьем, а некоторые люди, когда их потеряют, очень хотят их вернуть. В связи с этим мне возникает вопрос. Нет ли гипотезы, рассматривающей то, что некоторые виды волос научились выделять наркотические вещества нам в мозг и влиять на наше поведение? Спасибо. Ну, я уже говорил о том, что на мозг именно наши с вами симбионы родные вряд ли влияют, но проблема возвращения волос, она, да, актуальна. И вот, кстати, первое исследование, о котором я говорил, оно может помочь. То есть, если выдрать волосы с вас, с какого-то участка, на котором они есть, то оставшиеся волосы, они посвящаются, пошушукаются как следует и решат вырастить новую генерацию на вашей голове. Если, я не знаю, вы в шляпе, я не вижу. Нет, это волосы. А, это такая прическа, понял, да. Спасибо. Ну что ж, Виктор Ковылин, пожалуйста, аплодисменты нашему спикеру. Огромное спасибо, Виктор. Очень глубокая была проработка этого вопроса. Я думаю, все доказательно и все очевидно стало. И теперь мы можем апеллировать к данному выступлению.